МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не особо рассчитывая на признание и успех, Беляев лишь хотел поделиться ощущениями, которые испытывает голова без тела, своими собственными ощущениями. У него была очень интересная, загадочная и странная судьба. Его архив безвозвратно потерял. На родине писателя в Смоленске почти не осталось мест, связанных с ним, кроме небольшой улочки его имени и мемориальной доски на здании редакции газеты, где он работал. Неизвестно и точное место захоронения Беляева. Памятник в пригороде Петербурга установлен на предполагаемой могиле. У него был талант. Понимаете, если бы он писал обычную реалистическую прозу, то, наверное, мы бы о нем не вспомнили. У него не было той писательской силы, которая поставила его высший писатель. Но его тема, та область, в которой он работал, там ему равных не было. Он был единственным, который все время работал в области фантастики и только в области фантастики. Советский Жюль Верн, как называл Беляева Константин Циолковский, в своих книгах описал более 50 научно-фантастических идей, большая часть из которых сегодня реализована. Искусственная легкая и подводные обитаемые дома. Пересадка органов, клонирование и генная инженерия. Психотропное оружие, подводная археология, обнаружение затонувшего Титаника и других исторических кораблей. Все это и многое другое Беляев придумал в начале прошлого века, не выходя из-за письменного стола. Бескрылая фантастика, фантастика ближайшего будущего, она его не интересует. Его интересуют какие-то перспективы человека, какие-то творческие праворывы, попытка человека преодолеть свои пределы. Писателем Александр Беляев стал не от хорошей жизни. И это не метафора. Он как-то отличался от других детей в этой семье. Он был таким фантазером. У него была одна мечта – летать, летать, летать. Он забирался на крышу и приспосабливал какие-то вещи в виде парашюта. Например, он прыгал с отцовским зонтиком. Но все это кончалось, конечно, ушибами, ударами. Он брал простынь, расстилал, разворачивал ее и прыгал под этой простынью. И нанес себе большой удар позвоночника. В 35 лет необычайно артистичный и музыкально одаренный молодой человек Беляев должен будет начать свою жизнь заново. Тяжелая травма, на 6 лет приковавшая его к постели, впоследствии той самой детской мечты – летать. Александр Беляев заболевает плевритом. Неудачное лечение привело к туберкулезу позвоночника и частичному параличу. Врачи рекомендуют смену климата, и он вместе с матерью едет в Крым. Именно здесь, проведя 3 года почти без движения в гипсовом корсете, он придумал профессора Дуэля, персонажа во многом автобиографического. Откройте окно. Хочу увидеть вечер. В 1923-м Беляев переезжает в Москву, мечтая стать профессиональным писателем. После ошеломительного успеха Дуэля за следующие 3 года он написал «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Борьба» в эфире и сборник рассказов об изобретениях профессора Вагнера. Его замечают, высоко оценивают как мастера интриги и сюжета, но настоящая, всесоюзная слава впереди. В 1928-м году в журнале «Вокруг света» публикуется роман «Человек-амфибия», популярность которого превзошла все ожидания. Тираж журнала увеличился вдвое. Роман трижды выходил отдельной книгой. До выхода романов Беляева о фантастике как бы никто даже не говорил и не думал. А вот когда вышли его романы, их прочли все. Я думаю, что в Советском Союзе в 50-е годы, в 56-м, 57-м, просто не было человека, который бы не читал «Человек-амфибия» или «Голова» профессора Дуэля. История юноши с жабрами акулы связала научную фантастику, приключения, социальную тему и мелодраму и обозначила главное направление мысли Беляева – преодоление самого себя и выходы за пределы собственных возможностей. Беляев здесь очень глубоко смотрит на человека, потому что он ухватывает главное, он ухватывает в человеке его творческую природу, его стремление превзойти самого себя. И это во многом сходится как раз с мыслью целой плеяды философов и ученых. Вот я уже называла вам Федорова, а я еще назову и Николая Алексеевича Умова, физико-теоретика Владимира Ивановича Вернадского, я назову Александра Леонидовича Чижевского, это все современники Беляева, которые говорят об особой роли человека в природе, об особой творческой роли его в природе. В творчестве писателя много личного. Мечты о победе над болезнями, старостью, смертью. Эта идея творческого преображения во многом близка философии русского космизма, который в те годы владеет умами не только кабинетных ученых, но и практиков-экспериментаторов. Но в то же время он мечтает о том, чтобы и сам человеческий организм совершенствовался, чтобы человек стал таким существом, которое сможет трансформировать свое тело, сможет выживать в разных средах, сможет летать, перемещаться без космического аппарата. В 1928-м Александр Беляев переезжает в Ленинград, где продолжает много и увлеченно писать. Человек энциклопедических знаний, он общается с современниками, легко ориентируясь в новых направлениях. Его фантастика основана на новостях науки и техники. Мы знаем, что в 1931-м году создается группа изучения реактивного движения, в которую знаменитый этот наш инженер-конструктор Цандер входил с лозунгом «Вперед на Марс». А Александр Беляев выведет Цандера в одном из своих произведений. Он выведет Цандера как героя своего романа «Прыжок в ничто». Но обострение туберкулеза вновь приковывает его к постели. Что, правда, не мешает ему изучать труды Циолковского, рисуя в воображении полеты на Луну, межпланетные путешествия и открытие новых миров. Рассказы «Воздушный корабль» и «Прыжок в ничто» высоко оценены Циолковским. Основоположник космонавтики даже пишет предисловие к прыжку, в котором восхищается смелыми и в то же время блестяще обоснованными научными и техническими предвидениями. Их переписка продолжалась до смерти Циолковского, памяти которого Беляев посвятил свой роман «Звезда Кэтс», где за 20 лет до наступления космической эры он описал орбитальные станции, искусственные спутники Земли и выход людей в открытое космическое пространство. Последние годы писатель болел, почти не вставал с постели. В 1941-м он закончил свой последний роман «Ариэль» современный миф о человеке, способном летать без крыльев. Война застала его в Пушкине, пригороде Ленинграда. Александр Беляев умер от голода в оккупированном городе в январе 1942-го. Судьба отмерила Беляеву всего 15 лет творческой жизни, за которые он написал 17 романов и огромное количество рассказов с яркими запоминающимися образами. И в этом его величие – целую страну, громадную страну научить мечтать. Более того, эта страна не разучилась мечтать и, судя по всему, не разучится никогда. А виноват в этом Беляеве. Когда я был маленький, мне было 5 лет, мы жили в Москве, и ко мне приехал из четы, мой дядька, он слепой, он с детства не видит ничего. И вот у него была книга, и нас, его поселили в комнате вместе со мной. И ночью, когда был, ну, свет, мне выключали, а он вообще не видел. У него книжка была, вот это вот, выдавленные буквы, там, я не знаю, как это называется. Значит, вот он, он руками мне ночью, в темноте, читал вот этот роман Александра Беляева «Человек-Амфири». Откуда я его знаю? Мне показалось, что вы пробовали под водой целую вечность. Спасибо. Спасибо. Вы моряк? Мне нельзя говорить, кто я. Не обижайся. И вот это странно, ночь, темно, слепой человек читает роман, который полный солнца, свет, вот этого запаха моря, этот огромный изумруд, вот этого океана, жидкий изумруд, который так раскрывается перед тобой. Считается, что у Александра Беляева было три жизни. Одна – от рождения до выхода первого рассказа, глава профессора Доуэля. Вторая – до дня смерти писателя. И третья – самая долгая его жизнь. В его книгах. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.